Добратишка! Послушай, Йорди, может скажешь, что ты имеешь против голубых? Говорят, по-своему они совсем не так плохи. Ну, теперь я вообще не знаю, что сказать, шеф. Да пусть их будет хоть 10 штук на квадратный метр, но тогда выделите мне злую собаку, чтобы защищаться. Йорди, хватит поясничать, не надо всё доводить до абсурда. Да ничего я не довожу до абсурда, Франклин, я говорю как есть. Мне этот тип кажется странным, заявляется в пансион, просит комнату, и тут же прилипает к нам как жвачка. Что это такое? Мне это вовсе не нравится. А лично мне кажется, что он совсем неплохой парнишка. Дай ему шанс проявить себя. Если он справится с работой, придётся тебе терпеть его, Йорди. Позвольте. Видишь? Ну, что я тебе говорил? Лёгок на помине. Или, может быть, легка на помине? Йорди, я хотел поговорить с тобой и извиниться за то, что случилось на операции. Не надо ничего объяснять, а то ещё больше запутаешь. И давай-ка шагай своей дорогой. Он хочет сказать, что простил тебя, Уга. Не бойся его. Хорошо, сделал, что пришёл. У меня к тебе есть очень важный разговор. Да, и о чём? Нужно сделать репортаж о парне по кличке Серебряная Лили. Понял? Ну, для этого надо сделать несколько фотографий в доме Вильяноева. Когда ты сможешь сходить туда? Нет, сеньорита, я не могу больше ждать. Управляющий банком мой близкий друг. Он никогда не заставляет меня ждать. Так что дайте мне его, или я немедленно закрою все свои счета в вашем хлеву. После такой угрозы он сделает всё, что ты хочешь. Ни один банкир не рискнёт потерять столько денег. Вот увидишь, пансионат из-за мухрышки будет моим. Алло, Мурданетта? До тебя не дозвонится, дружок? Олимпия. Олимпия, Меркурий. Да, но твоя секретарша этого не знает. Ты должен выгнать её. Не волнуйся, я тебя прощаю, но при одном условии. Сделай мне одно одолжение. Я на счёт залога. Одна моя близкая подруга заложила свой дом. Её зовут Тесаланс. В доме Вильянуэва? Да. Ты хочешь, чтобы я что-то разузнал в этом доме? Видишь, Франклин, ты не знаешь, что петики ещё и глухие. Слушай, Йорди, давай уважать друг друга и нашего приятеля тоже. Да, в доме Вильянуэва. Знаешь, где это? Нет, я... В общем, только из чужих слов. Ладно, ты должен попасть туда как можно скорее. Поговорить с теми, кто там живёт, и узнать, что там у них случилось вчера вечером. Я должен знать, зачем Роман Фонсека принёс с собой столько денег. Их у него тоже украли, ясно? Но почему, шеф? Ты думаешь, эти деньги грязные? Как раз наоборот, Йорди. Я думаю, их уже хорошенько отмыли. Роман Фонсека сейчас занимается делами Моралеса. И я хочу запустить, Уго, слушай внимательно, разную информацию, чтобы эти типы поссорились. Ты понимаешь? То есть я должен опубликовать противоречивые заявления, чтобы они все обвиняли друг друга? Именно так, приятель. Этого я и хочу. Мы поняли друг друга. Ну, братишка, ты меня опять удивил. Всё ясно, Франклин. Хотя твой приятель не верит в мои возможности. Я попаду в дом Вильянуэва и вытяну из них всё, что они знают. Я не верю, Урданет, а не может быть. Значит, сумма залога моей подруги очень велика, и она уже год не платит? Да. Проблема серьёзная. Нет, разумеется, мы с ней как сёстры. Конечно, конечно. Она протянула мне руку, когда мне было очень плохо. Ну, а сейчас у меня появились возможности. Я хочу сплатить ей за всё, что она сделала для меня. Очень благородно с вашей стороны, сеньора Меркурии, тем более вы у нас лип-клиент. Спасибо, Урданет. Не зря твоё имя означает герой. Ну да, само собой, дружок. Так раз об этом я и говорю. Я хочу выкупить загладную и подарить дом моей подруге. Само собой, я не возьму с неё ни одного сентава. Конечно, да. Прекрасно, прекрасно. Я зайду, когда истечёт срок закладной. Окей, чао. Дело, дело нароке. Он согласился. Разумеется. Срок выкупа закладной вот-вот истечёт. И если там крышка не найдёт деньги, её дом пойдёт с молотка. Угадай, у кого будет преимущество при покупке? У сеньора Олимпии Меркурия. Совершенно верно. Я выкину её на улицу. Господи, Рита, это деликатное дело. Ты с ума сошла. Только не говорите, что вас это не волнует. Я как представлю себе, что в этом чемоданчике, так сразу ясно вижу нашу больницу. Нет, нет, нет. Ты должна признать, что у этого типа поехала крыша. Как можно присылать мне это, когда полиция следит за мной? Сеньора Монека, давайте его откроем. Я сгораю от любопытства. Давайте откроем. Боже мой, на всё воля Господня. Нет, нет, этот человек сошёл с ума. Какие деньжищи, пресвятая дева. Это просто какой-то ужас. Кража века. Сеньора, что вы будете делать? Что я буду делать? Как это, что я буду делать? Я позвоню в полицию и сообщу Франклину Каренью, чтобы он сейчас же пришёл и забрал их. Быстрее, Нимфа. Рокки не должен знать, что мы украли у него ключ. Если он прознает, он способен на всё. Он на меня давно зуб точит. Постой, а где лежали эти чёртовы ключи? В этой коробке. Что такое? У меня упали ключи. Она что, отвалилась? Здесь что-то есть. Да, сюрприз, которого мы не ждали. Смотри. Сейчас же отдай мне пистолет. Вы ведь не серьёзно это говорите? Рита, мы ужасно нуждаемся в деньгах для наших детей. Но я не могу их принять. Сеньора Муньека, вы только подумайте о том, что можно было бы сделать для приюта. Подумайте о детях. Нам ведь срочно нужен педиатр. Ты что, Рита, не понимаешь? Я как раз о наших детях и думаю. Эти деньги дурно пахнут. Тебе это ясно? Ну что ж, сеньора Муньека, вы знаете, что делаете. Только ведь такая возможность. И потом, это же на доброе дело. Этим ты кражу не оправдаешь. Сеньор, который называет себя Серебряная Лилия, совершил преступление. Откуда нам это знать, сеньора Муньека? По мне так, у этого сеньора огромное золотое сердце. Ты что, не понимаешь, Рита? Это должно быть те деньги, что украли из дома Вильянуэва. Я думаю, что это деньги Романа Фанцеки. Проклярый мальчишка, отдай пистолет, он может выстрелить. Нет, пока не скажешь, почему ты прячешь здесь пистолет, Рокки. Осторожно, Акилис, он может выстрелить. Вы не имели права входить в мою комнату. А тебя давно пора научить уважать старших, и я научу... Отпусти его! Отпусти! Отпусти! Слушайте, что тут у вас происходит? Машина готова, сеньора. Хорошо, прекрасно. Ты все знаешь. Займись им. Нет, мама, я не хочу в это место, нет. Пошли. Нет, не вези меня туда. Оставь меня руки. Ты никогда ничего мне не сделаешь. Вот кофе, как вы просили, сеньора Реста. Черный, без сахара, как вы любите. Большое спасибо, Кармен. Боже, простите. Ты посмотри, Кармен, такое случается только со мной, боже мой. Не беспокойтесь, снимайте, я сейчас ее быстро выстираю. Да? Да, да. Ладно. Господи, сейчас. Я помогу. Вот не везет. Да не волнуйся. Сейчас, сейчас. О, боже. Простите, я вовсе не хотела помешать вам. Нет, нет, подождите, сеньорит, это не то, что вы думаете. А чего тут думать? Я только вижу, что застала вас и вашу секретаршу за недвусмысленным занятием. Нет, нет, это все не так, сеньорита. Боже, какое бесстыдство. И как вы можете требовать от подчиненных уважать компанию, если первые ее не уважаете? Нет, я прошу вас не думать плохо. Я всего лишь пролил кофе на рубашку, и Кармен предложила постирать ее. Скажи. Да, конечно. Вот с таких же игр начинали мои папа и мама, а потом родилась я. Ну все, хватит. Какое мне дело, что вы там думаете? Что вам нужно? Я пришла к вам, поскольку... Я пришла сказать, что... Я просмотрела все предложения по поводу съемок следующей рекламы. Ах так? Да. Ну, слушаю. Ваше мнение? Ужасно. Предложения никуда не годятся. Я только что вспомнил, Нимфа. Во всем виноваты Рокки и моя мать. О чем ты говоришь, Акилис? Ты была права, когда сказала, что я другой. Но это было раньше, а теперь прошло. Нет. Я просто не помнил, кем я был и каким. Неужели ты хочешь сказать мне... Акилис, лучше успокойся. Но я не могу, не могу. Привет, Акилис. Милый. Я тебя совсем забросила, но ты увидишь, как быстро я все наверстаю, мой дорогой. Пусти меня, Фабиола. Все эти игры кончились. Ты мне больше не нужна. Только сперва объясни мне, кто тебя нанял, чтобы обманывать меня. Простите, вы хотите сказать, что мои предложения никуда не годятся? Да, это полная чепуха. У трехлетнего ребенка лучшего получилось. Если мы покажем это клиенту, он как минимум сменит агентство. Ах, так? Превосходно. Раз мои предложения не годятся, я хочу видеть ваши на своем столе завтра утром. Что? Нет, вы спятили. Это не... Вы всегда работаете без рубашки? Не хотите ничего надеть? Нет, я жду, когда мне отдадут мое. Вы хотите мне отомстить, правда? Нет, нет, что вы. Вы изображаете из себя сверхчеловека и смелого творца. Пришло время показать свой талант и свои способности. Нет, пустите меня, пустите. Самый опытный творец не смог бы это сделать. Тут слишком много работы. Вы правы. Поэтому советую вам начать немедленно. Потому что если через сутки ваше предложение не будет лежать у меня на столе, вы уволены. Автор сценария Рассана Негрин. Композитор Франциско Кабрухас. Режиссер Косе Алькальде. На русский язык фильм озвучен компанией Зон Вижн по заказу ТНТ. Композитор Франциско Кабрухас.